Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска в студии Вера Иванищева и сейчас о главных событиях этого дня. Полицейские Первоуральска проводят проверки на предприятиях городского округа и объектах общественного питания, где работают иностранные граждане. Только за первый день рейда 20 мигрантов получили штрафы, а 13 будут депортированы. В ходе рейда сотрудниками полиции были проверены предприятия, занимающиеся деревообработкой, заводы, торговые предприятия, предприятия быстрого питания. Всего сотрудниками полиции было проверено свыше 70 иностранных граждан, которые проживают на территории города Первоуральска. Рейд нелегальный мигрант совместно проводят сотрудники полиции и следственного комитета. В течение нескольких дней они без предупреждения приезжают в организации и проверяют документы у иностранных сотрудников. Всех, кто нарушил режим пребывания в стране, ждет депортация. Другим нарушителям предстоит выплатить административные штрафы. Проверки в Первоуральске продлятся до начала следующей недели. Проверки в Первоуральске И в этом году наша область заняла первое место в России по абсолютному числу отданных голосов за проекты благоустройства. Проголосовало 816 тысяч человек. Так, в 2023 году, благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда», в Свердловской области благоустроили 60 объектов, из них 46 общественных и 13 дворовых территорий. На это было выделено больше полутора миллиардов рублей, из них порядка 34 миллионов удалось сэкономить. Высвободившиеся средства были направлены на проведение дополнительных работ по благоустройству территории. Бюджет на следующий год не снижается, запланировано обновление 54 объектов, это 27 общественных и 24 дворовых территорий. Также добавлю, что благодаря участию региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, с 2018 по 2022 годы благоустроено 17 общественных пространств, а в текущем году в рамках этой программы ведутся работы на 9 объектах. Специалисты Первоуральского водоканала продолжают работы на сетях холодного водоснабжения и водоотведения. О проделанной работе в своем ежедневном отчете директор коммунального предприятия Артур Гузаиров. За сегодняшний день работники водоканала были проведены работы по ремонту водопроводов по следующим адресам. Улица Ленина, 19 и Максима Горького, 2Б. Работы завершены, холодное водоснабжение восстановлено. Кроме того, сегодня были проведены работы по промывке квартальной хосфекальной канализации в микрорайоне Хромпик по улице Корабельный проезд. Также сегодня Белимбаевским участком водоканала были выполнены работы по ремонту водоразборных колонок в селе Бетимка на улице Паром. Работы проведены, водоснабжение восстановлено, колонки в работе. Обращаю внимание, что участились случаи обмана граждан. Представляясь сотрудниками водоканала, предлагают приобрести фильтры очистки воды. Напоминаю, что водоканал данные услуги не оказывают. Будьте осторожны. В Пероуральске проходит лего-фестиваль «Россия. Страна открытий-2023». В нем участвуют более 130 воспитанников и почти полсотни педагогов детских садов из разных городов Свердловской области. В этом году мы решили совместить две темы – экология и робототехника, лего-конструирование. Как могут дети научиться беречь природу при помощи роботов-помощников. Лего-фестиваль проходит на площадке инновационного культурного центра. Его задача – привлечь дошкольников к опознавательной и творческой деятельности. Дети проходят квест «Эколлега-геймер» и представляют свои работы в нескольких номинациях. «Эко-робо», где собирают роботов-эко-помощников. «Мои шаги в открытии огромной страны России». В ней представлены природные объекты, воссозданные с помощью конструктора. Также команды дошкольных учреждений представляют собственные мультфильмы о бережном отношении к природе. Крученные подачи и хлесткие удары. Первоуральцы встретились у теннигсных столов, чтобы выявить, чья ракетка главная. Новотрубники начали турнир по настольному теннису. Как прошли очередные соревнования заводской спартакиады, расскажем в сюжете. Здесь слышны лишь цоканье шарика и редкие, но эмоциональные возгласы игроков. Металлурги начинают гонку за очередным трофеем спартакиады. Спортивное настроение, теннисная ракетка и компания единомышленников. Все, что нужно для счастья, говорит Ольга Нахратова. Девушка впервые участвует в турнире по настольному теннису. До этого лишь изредка играла с друзьями. Сегодня решила попробовать свои силы с другими соперниками. Играю чисто любительски в детстве. Ну и сейчас я хожу в ледовый чисто для себя. Ну и когда узнала, что в цехе, ну от цеха команда собирается, я предложила себя. Ну соперница достойная. Турнир по настольному теннису – часть 73-й спартакиады среди сотрудников Первоуральского новотрубного завода ТМК. Здоровье сотрудников – одна из главных ценностей предприятия. Соревнования на страту реакции и ловкость неизменно собирают почти полсотни новотрубников-теннисистов. Организаторы отмечают, с каждым годом популярность этого вида спорта растет. У нас, во-первых, издал много вырос. Раньше стояло два стола, сейчас уже три стола стоит. Уровень вырос, новые звезды появляются. Приходит человек, который обыгрывает всех. У нас даже участвовали люди, которые на всероссийских соревнованиях принимали участие. По правилам турнира команды из четырех человек играют по круговой системе. В зачет идут результаты как командные, так и личные. Поэтому борьба за победу разворачивается в каждом матче. К примеру, в поединке между физоргом трубопрокатного цеха номер один Романом Негровым и физоргом цеха промышленной автоматизации Анатолием Скоробогатовым молодость встречается с опытом. Последний побеждает. Тактика такая, что надо посмотреть, как он играет. Он тычет или бьет, или крутит. Вот это надо все смотреть, собственно. А он почти не бил, он только вот это, лежал в шаре. Но я старался, чтобы бить. С каждым годом, что сильнее и сильнее, и девчонки, и ребята. Это лишь первый день теннисного турнира. Победители определятся 29 ноября. Затем металлурги разыграют кубок по шахматам. Виталий Мотин, Андрей Волков. Новости Первоуральск. Напряженная борьба и драматичная развязка. Команда СКА «Уральский трубник» провела четвертую встречу в чемпионате России по хоккею с мячом. Соперниками Первоуральцев стали игроки новосибирского СИП «Сельмаша». Автозапчасти для российского внедорожника «УАЗ». Газ «Нива». Оригинальные расходные материалы, масла и эксплуатационные жидкости. В наличии более тысячи наименований автозапчастей. Заводская гарантия. Автобюро. Проспект Ильича, 11. Хоккеисты Трубника пошли в атаку с самого начала первого тайма, создавая опасные моменты у ворот соперника. Спустя 30 минут после розыгрыша углового капитан Первоуральской команды открыл счет, а чуть позже Рустам Тургунов удвоил преимущество. До конца тайма новосибирцы смогли ответить лишь одним голом. На 62-й минуте Сепсельмаш сравнял счет, но Трубник вновь вышел вперед. Затем было еще несколько результативных атак с обеих сторон. Окончательный счет установили новосибирцы на 86-й минуте. 5-4 в их пользу. В следующем матче, 25 ноября, Скауральский Трубник встретится с московским «Динамо». На сегодня это все новости о других интересных событиях. Сообщайте нам по телефону 64-92-92. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру и в группах телеканала в социальных сетях. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok